Семьи, которые поедутся, стяли к Руслитску в подворье, где он окормлялся, он как-то уже после коричневой соседней стало тоже интересно, он говорит, мне будет все нравиться, только у меня есть, когда ничего не поймешь. Мы же объясняем это то-то, то-то, ну, как комментарии, объясняем то, что происходит, как многие знают. Слава Богу, я не понимаю к этому коммуникационному источнику информации, поэтому, значит, не так, не понимают так, как мне иногда доказывают то, что происходит. Потому что иногда твердят так, так, что по тому самому принципу, который я порой заметил, он все время называет «сеньей за хрюкер», он начинает хрюкать. Вот это такое, такое хрюк, 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 значит, не такое, не такое, как сказать, какое-то какого-то, вся хрюк, поэтому больше того, если говорят о ком-то особенно плохо начинают, а он старается, значит, хороший человек, 100%. Потому что горе не да добре не будет все человек, кто-то должен хрюкать, иначе это нехороший человек, это точно. Ну, кто там, ну, из своих, там, как вы, это уже вопрос, это как раз именно весь духовный мир. И понять ее, может, духовно. Духовно можно сверкать о всем, а не в какой-то в газе можно. То-то, 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 ну, да, это то-то, 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 но это то-то, то-то, потому что вот то-то, то-то. То-то, то есть, причина вся в нем нет. В том, что происходит в душе. И все поэтому сегодня сказали, Господь разумеет, чехи, духом, о чем мы не размышляем, говорят, что размышляет отца вашего, что легче сказать, прощаясь в грехе, не сказать, что саня Хабиби, чтобы вы знали, что власть не прощает грехи, а что причины, главное, в грехах, поэтому я сказал, прощаясь в грехе, а в том, что саня Хабиби. Но это нужно помнить, поэтому, когда приходит, сейчас вот, мне то-то-то-то-то-то, ну а вот ты как живешь? Денис, я тот-то-то-то-то-то, вот у меня там на работе не ловит свет, не свет, не свет, хорошо, конечно, да, ну нет, ты вот как в церкви приходишь, ты молишься, прощаешься, счастья, вообще-то венчат, не венчат, как-то о чем-то говорят. Мне нужно, дед, в апрель, решить, вот, мне вот, что-то было, чтобы все дома, все были, значит, хорошие, ну, это, правильно, ну, это, значит, всегда. Так вот, опять, причина духовного, почему? Вот, именно сущность этой простой, истинной, она все время и благословится церковью. Что есть в ней духовное, что с ней связано, тем не у нас есть местная духовная сторона. Духовная сторона, когда она живая, ты понимаешь, что все, все, все самое. А ведь то же самое, седневая сердца, прямо говорит, прямо говорит эти вещи, просто. Тело, то есть на сплоть, то есть стонем, жалуемся, оно наиболее служит душе тогда, когда душе о нем не думает. Вот, вот. То есть это как раз и есть это самое духовное существо, которое является главным. Который причина того, что совершается в ней. Поэтому, в основном все сказали, в всем писании, там столько этих примеров, дашь тебе Господь по сердцу твоему. И советую Использусь. Сердце чисто, садись у него, не паспи, не паспи, не паспи. А по чистому свету, ребята, потому что реальность чистая и отражающая, и отражающая чистота, прикидывается к твою чистоту. Это так и есть. Человек видит тот, как его устроили. Это, как сказать, отечественное пище. Для чистого все чисто, а для чистого все нечисто. Это, опять же, и проявление. Это уже высоко, это другое, и полно. Поэтому мир вынужден следить за действием, другими словами, вмерить на свою аршу. Или поднимает в мир свою сочность. Это прямо прибыль. Это и есть. Обычно люди знают, и молчат. Это и есть. Опять возрасту и самую духовную сущность, которая является главной. И все остальное. Все остальное, оно и без сети связано. Поэтому вот это, если нужно, нам всегда помочь. Потому что высота навсегда. Тело-то оно временно не всегда. Временно в его состоянии меняется. Здесь. А вот, вискар. А вискар. Только дело, что по естественному закону, данному Богу, Господь сказал, 73, а 6,85. Ну, это такое. Потому что, когда по несколько сотых жителей, лет, представь себе, несколько лет, пятьсот лет, жить какими-нибудь негодяями. Это кошмар. Это не в порядке. То есть, за какой он отряд премии, чтобы наурочились. Как раз подограничилось все. Этим, чтобы не решили. А добром, чтобы не учились эти вещи. Ну, так это и есть, действительно. Так вот, это все, опять же, полная сущность. Особенностью, это полная сущность. И, по сути-то, то, что следует Саин, это действительно, оно... А тело, оно... Своей, какой-то нерей. Ну, опять. Если двух плодов, оно вынуждено получать. А какое действие? Двух плодов очень мощна. Это пять. Действительно. Это, говорит, один из врачей. Православный врачей. И сели с одним человеком, который встретил его, и спрашивает, в чем заключается. Довольно. Он сказал, прямо. Спокойствие духа. Прямо. Прямо. Любой врач как. В духовном настроении. А остальное? Он причинен. Он говорит. Все не классил. А вот, о выздоровлении. Опять. Ту же сегодняшний человек, в любых словах, в словах. Сказал другими словами. Да. Ну, конечно, да. Ну, зависит от врачей, от эвакуации, от сопротивляемости организма. То есть иммунитет какой-то стоит. Прямо словом, это физические устройства. А главное – от духа. Опять. Опять. Главное – от духовной существа. Как люди говорят, часто говорят, приговоренные уже, как по этой смерти, по диагнозам медицинским, они начинали выздоравливать или полностью выздоравливать. Потому что дух им. Жил. Жил жить и служить Богу. Господь у тебя тело заставлял. И ты работаешь. Раз дух хочет мне работать, я принимаю его труды, а ты обязан служить тело. Там услуги. Действительно, люди, которые служили Богу. Есть такие примеры, живые примеры. Я живу очень волнуто, который прошел за ловки, бежал оттуда. Оказались они за границей, в Фринляне. Он в это время был там, не мог жить. У нас бегут, денег не имеют, бегут куда-то еще там, где-то за границей жить. А у них ничего не было там. И сюда пришел. А тут его посадили, естественно. И тут человек сидел. Вышел еще. И потом опять служил. На 90 с лишним лет так жил. В общем. Вплоть к нам. Ей было сказано. Работает. Подчиняется духу. Духу отстроится. То есть, вот это свидетельство, живые свидетельства, когда человек оставался живым в невероятном столе. Духа Афанасий. Бицоковровский. Мы достали его там. Тридцать лет по тюрьму суток. У нас несколько месяцев болит. У нас уже, ой, невозможно. Как же я дальше буду? Ну, может еще лет тридцать. Если Бог удаст. Я помню, подходит одна рабовая к отцу север нашему. Здесь, как помню. Батюшка, вот мне операцию. Ну, давай еще, может, лезть. Лет двадцать еще. А у нас шесть есть. Восьмидесяц проживает. Так называемым диагнозом. Получательным. У нас все идет. У нас все идет. И дело не в том, чтобы неестественная жизнь. Это не в том, чтобы здесь жить. А подготовиться всегда. Поэтому, если готов, значит, Господь возьмет. Они готовы. Готовятся. У нас был отец Михаила Виссариевского, царский вестный. Батюшка, который прошел тоже. Я застал его. Я с ним присутствовал. Он прошел тюрьмы. И вот у нас бывают такие. Он говорит, батюшка, скорее. Она умирает уже. У нас одна там в двадцать лет все умирала. Да не одна уже такая. Вот она уже. Она уже совсем наконец-то. Потом приходит. Опять действительно говорит, что не готова. И вот он в собор ее садит. И ее направляет. А сердечница, ну и сердце. Такая вещь такая. Говорит, я, наверное, умру. А он говорит, готова. Ой, батюшка, не готова. Не умрешь. Не готова, не беру. Я направляю. Двадцать предметов. Лучшего, не знаю. Жила, жила, жила. И все ухала, ахала. И все жила. Потому что, ну, готовиться нужно. Поэтому, видите, как. Значит, во-первых, куда все равно идти. Может кто-нибудь смеется. Этим путем мы все пойдем. Но готовиться нужно. А когда, ну, этого не будет. Спасибо. 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 Спасибо.